Решения, которые правление квартирного товарищества должно утверждать ежегодно с приближением холодного времени, всегда одни и те же. Всегда они принимаются весьма бурно и скандально. Первая череда разногласий крутится вокруг одного и того же вопроса. Когда начинать отопительный сезон? К концу ноября, скорее всего, тепло появилось во всех квартирах. Но, как ни парадоксально, есть в Эстонии еще несколько домов, куда не подключили отопление, не по техническим причинам, потому что товарищества не могут принять единого решения. Но на этом проблемы не завершились. Дорожающая энергия порой вынуждает квартирные товарищества искать иные формы экономии средств. Например, оптимизация температуры квартир или горячей воды. Здесь тоже порой трудно найти общий язык. Кто-то считает, что горячая вода становится лишь слегка теплой. Кого-то больше волнует размер счета. Лучше всего не устраивать разборки, а руководствоваться нормами и законами. Ведь есть утвержденные минимальные нормы. Бабушке будет всегда очень жарко, потому что они занимаются экономией. А, например, родителям с маленькими детьми будет всегда холодно. И поэтому правление должно выбирать какую-то определенную среднюю норму, которая будет оптимальна для всех. Если мы говорим об отоплении, тогда минимальная температура, которая есть и должна быть в жилых помещениях, она 18 градусов. При желании квартирное товарищество может поднять температуру выше норм, но никак не сделать ниже. И оборудованные регуляторами радиаторы должны быть настроены таким образом, чтобы в минимальном режиме они отвечали норме. Ну а при желании температуру можно поднять. Однако горячую воду погорячее сделать нельзя, разве что купить бойлер. Но вряд ли это решение подойдет многим. Если же с отоплением или горячей водой есть проблемы, то надо определить, где они – в вашей квартире или во всем доме. Горячая вода у нас выходит из подвала, из узла, да, автоматики. И из этого узла она должна выходить 52-54 градуса. Если она до вас по какой-то причине не доходит, горячей, то в таком случае вам необходимо обратиться в правление и проверить, это только проблема с вашей квартирой или это проблема всего дома. Конечно, заменить кран или смеситель заметно проще. Если же вы хотите заменить радиатор, то лучше поставить такой же. Помните, что все радиаторы связаны в одну систему и работают совместно. Поэтому, хотя радиатор и расположен в вашей собственной квартире, надо быть осмотрительным и его замену сделать грамотно. И, конечно, целесообразно сменить старый и регулируемый вручную теплоузел на современный автоматический. Тогда не будет сомнений в том, что кто-то втиху и подкручивает вентиль, чтобы сделать температуру больше или напротив меньше. К тому же, новая система, несмотря на расходы, позволяет экономить дорогостоящее тепло и горячую воду. Тогда идущие сейчас во многих товариществах тепловые собрания пройдут куда спокойнее. Владимир Михалков, Сергей Попредуха, Первый Балтийский канал.